В Алматы главные события, приуроченные ко Дню Защитника Отечества, проходят в парке имени 28 героев-панфиловцев. С утра там работает наша съемочная группа и на прямую связь со студией выходит Аскар Сергалиев. Аскар, здравствуйте. Расскажите, что сейчас происходит в парке у Вечного огня. Спасибо, Эльвира. Ну, разумеется, главные виновники торжества сегодня ветераны Великой Отечественной, воины-интернационалисты, военнослужащие, ну и, конечно же, призывники. По сложившейся традиции, каждый год, 7 мая, перед отправкой в армию, их привозят сюда, в парк 28 панфиловцев, чтобы они почтили память тех, кто отдал свои жизни во имя светлого будущего. Ну, а в данный момент здесь продолжается официальная часть праздника. Со сцены звучат поздравления Акима, города Алматы, Ахмеджана Исимова, ветеранов Великой Отечественной войны. Также в рамках официальной части призывники будут награждены ценными подарками в память об этом светлом празднике. Сразу после этого в 11 часов начнется прямая трансляция военного парада в Астане. Еще вчера здесь был установлен гигантский цифровой монитор, и все, кто сегодня пришли сюда, в парк, смогут насладиться этим грандиозным зрелищем. И еще хотелось бы отметить, что сегодня празднование Дня Защитника Отечества началось в Алматы еще в 8 часов утра, причем не здесь, в парке 28 панфиловцев, а на центральной площади, откуда в 15 минут 9 стартовал массовый велопробег, в котором приняли участие тысячи алматинцев. Вообще, проведение веломарафона в дни государственных праздников в Алматы стало доброй традицией. И с каждым годом число его участников заметно растет. Что касается праздничных мероприятий, особенно массовые гуляния, то они будут длиться до позднего вечера, ведь это не просто профессиональный праздник тех, о ком принято говорить, что их профессия – Родину защищать, а общий праздник для всех, кто вообще когда-либо служил в рядах вооруженных сил. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это поистине всенародный праздник. Так что день обещает быть веселым и насыщенным. Эльвира? Спасибо. Будем ждать от вас новых подробностей. На прямой связи из Алматы был Оскар Сергалиев.